друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал а маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки и также друзья подписывайтесь на наш телеграм-канал а маркет с торговой идеи где на ежедневной основе в том числе и я постю большое количество инвест идеях можно в моменте использовать среднесрочные долгосрочные мои коллеги также делятся и краткосрочными рекомендации также очень много контента который на этом канале позволяет в целом ориентироваться в общей рыночной ситуации и может быть развиваться как трейдеры люди которые наблюдают за происходящим на площадках и хотят окунуться в них еще сильнее друзья будем рады вас всех видеть ну что ж текущая торговая сессия сразу хочу пробежаться по экономическому календарю сегодня у нас денек обещает быть интересным хотя с учетом волатильности последних дней я не думаю что он сможет переплюнуть опять же последней торговой сессии но сегодня у нас есть конкретное фундаментальное топливо такое локальное это макроэкономические отчеты начнем прямо с 9 00 по московскому времени то есть совсем скоро данные по инфляции в англии вчера по фунту вы сами прекрасно видели резкая реакция роста укрепления британца против доллара да и в целом фунта против всего широкого рынка поскольку данные не разочаровали хорошая статистика которая поддержала оптимизм в отношении фунта и позволила покупателям все-таки еще с большей уверенностью поставить на его дальнейшее восстановление ранее друзья я комментировал что посмотрим как фунт отреагирует на данные по рынку труда если реакция будет такой вот как мы видели то я пожалуй все таки из-за того что руки чешутся также открою длинную позицию и буду ставить на восстановление этого инструмента вместе с рядом банков америка и сити которые ранее прогнозировали рост пары фунт доллар к отметкам 1.43 1.45 так вот друзья я открыл длинную позицию сегодня жду данные по инфляции в 9 00 напоминаю и жду что реакция будет а такой же как накануне ну и самое главное чтобы х индекс американской валюты которые нас радуют безусловно потому что мы поставили на снижение оставался в этом серьезном нисходящим и уверенном тренде следующий релиз тоже соотносится с валютой за которой мы следим это данные по инфляции в канаде в 15.30 по московскому времени у нас цель по паре доллар канадец отметка 1.20 это цель которая совпадает с шестилетними хаями для канадца и вчера мы были очень близки к этому целевому ориентиру я не хочу конечно же накаркать но думаю что все таки до конца этой недели мы сможем сделать побежку 1.20 тем более что сегодняшний релиз он не единственный который может поддержать канадца в рамках этой недели в пятницу у нас еще розничные продажи которые могут стать дополнительным аргументом сигналом в пользу того что экономическая конъюнтура в канаде улучшается а поэтому банк канады который ранее обещал нам выступить первым регулятором который сможет повысить процентную ставку чтобы он остался верен этим обещанием и чтобы мы в принципе ждали ужесточение монетарной политики канадским регулятором и все с этим логично ставили на дальнейшее восстановление канадского доллара далее идем по отсчетам 17.30 данные по запасам нефти в сша я оставил в начале этой недели релиз по запасам как бы на десерт то есть у нас была цель 70 долларов за баррель и я практически не сомневался друзья что чтобы не случилось на рынке углеводородов до среды если мы не доберемся до цели в 70 долларов за баррель то сам факт публикации данных по запасам от администрации энергетической информации их резкого снижения будет достаточно чтобы спровоцировать еще одну волну спроса интереса к бренду и там у тебя и помочь нам добраться до 70 долларов за баррель но вот судьба распорядилась так что мы еще до данных по запасам достигли цели в 70 долларов а за баррель 7022 это локальный хайп вчерашнего дня поэтому я друзья вас всех поздравляю тех кто придерживался ланга вместе со мной в течение длительного периода времени верил то что этот уровень будет протестирован достигнут мы в хорошем профите я сейчас нахожусь на заборе смотрю за тем что с рынка происходит в моменте если вам интересно почему же после теста 70 долларов за баррель бренда откатил в район 68 где сейчас котируется конечно же все можно записать на технику что перекупленность и рынок дал нормальную предсказуемую логичную коррекцию но есть и фундаментальный фон это появившиеся слухи о том что сша и иран достигли серьезного прогресса в переговорах которые связаны с сделкой ядерной сделкой с тегераном и если мы все-таки окунемся в эту тему то вспомним что если соглашение между вашингтоном и тегеран будет установлена то соответственно санкции с ирана будут сняты и иранские производители с большим удовольствием хлынут на глобальный рынок углеводородов и выкинуть на него еще больше двух миллионов баррелей в сутки это тот самый объем который может перекосить снова спрос и предложение в сторону на формирование избыточного предложения и это конечно же негативный фактор но это только друзья слухи в соответствии с этим же с этими же слухами какая-то конкретика должна быть сегодня якобы если этот прогресс действительно есть сегодня мы о нем узнаем поэтому если вы еще в позициях по рынку нефти следите сегодня за вашими а трейдами за объемом за загрузкой депозита за плечами которые вы используете если действительно этот новостной фон сегодня станет реальностью а фактической новостью то рынок нефти ожидает очень волатильная торговая сессия хорошо что я оказался друзья вне рынка в такой момент индекс американского доллара а кстати да последний релиз а и фундаментальные события это протоколы заседания американского регуляторов 21 00 по московскому времени ждем обновления прогнозов по экономическому росту ждем еще более актуальную позицию американского регулятора относительно текущей ситуации в американской экономике но в целом я думаю что эти протоколы уже сильные эффекты не будут иметь на доллар потому что мы прекрасно знаем как доллар отреагировал на последние данные по инфляции которые вышли уже после заседания федрезерва и остается только лишь снова вспомнить друзья то что индекс доллара сейчас американская валюта валится потому что американский регулятор так и не дрогнул и не сделал заявление о том что рост инфляции достаточно для того чтобы американский регулятор отказался от мягкой экономической политики поэтому на долларе сегодня я как бы детально останавливаться не буду вчера и в принципе всю неделю ранее до этого активно вам рассказывал объяснял перспективы бакса с учетом роста инфляции вы должны понимать что с учетом мягкой экономической политики у доллара только одна дорога продолжать обновлять многомесячные минимумы сейчас следующая цель это 89 66 золото растет 1870 февральские максимумы уже цели можно ставить выше 1890 1900 евро против доллара 12231 впереди максимум с начала этого года на отметке 12242 я думаю то что европейская валюта на фоне слабого доллара безусловно обновит этот хай и пойдет выше я рекомендую продолжать держать длинные позиции по фунту друзья уже сказал сегодня я в длинных позициях жду еще больше роста и восстановления данные по рынку труда обнадежили инвесторов 4 8 процента это уровень безработицы со 4 и 9 и самое главное то что это прогресс на рынке труда который был зафиксирован в первом квартале 21 года когда англия находилась в условиях локдауна сейчас ограничения сняты поэтому можно рассчитывать на еще больше прогресса в этом секторе ждем рост пары выше отметки 143 друзья на этом собственно все хорошего торговой сессии все пока